Здравствуйте, меня зовут Алексей, и моя работа посвящена анализу влияния защемлённости КГ-сигнала на качество работы классификаторов по методам информационной динамики сердца. Метод информационной динамики сердца использует не только информацию об интервалах сердцебиения, но и об амплитудах сигнала. В результате, если есть какая-то наводимая помеха, то все признаки, порожденные амплитудными информациями, становятся недостоверными. Моя задача состояла из нескольких частей. Во-первых, разорвать алгоритм очистки сигнала от шумовой компоненты. Во-вторых, оценить статистики, которые помогают понять степень защемлённости набора данных, и найти наиболее устойчивый к защемлению сигнала классификатор из интересующих нашу группу. Здесь иллюстрация проблемы. Видно то, что в типичном спектре сигналов, в данном случае это помехи от работы сети, работы сети, под которой подключен прибор. Есть жесткие наводимые помехи, и амплитуды становятся не теми, которые были бы от изначального сигнала сердца. В своей работе я опирался на базовые публикации и работы доктора Успенского, а также классические работы по анализу и процессингу сигналов. В электрокардиосигнале выделяются явные последовательные комплексы, называемые PQ-RST комплексами. Они имеют структуру, приведённую на этом слайде. Метаинформационного анализа выделяет амплитудную и интервальную информацию и кодирует её шестибуквенным алфавитом, получая длинную строку из одного ЭКГ-файла. После этого окном в три буквы считаются частоты каждого трехбуквенного, сочетаемого называемого триграммами, и полученные частоты триграмм являются признаковым описанием сигнала. В моей задаче мне были даны набор ЭКГ-сигналов, каждый из которых хорошо распадался на исходный сигнал сердца и шумовую компоненту. Задача нахождения оптимального алгоритма очистки стояла как задача минимизации по параметрам в классе СТФТ алгоритма по выраженности спектральной амплитуды сигнала. Вторая задача состояла в оценивании ряда параметров, таких как доля триграмм ставщими значимыми для классификатора после очистки и средняя амплитуда шума к средней дельте между амплитудами, которые бы помогли понять на тему то, как меняется признаков описания для классификатора при очистке сигнала. И третья задача стояла в поиске оптимального и устойчивого алгоритма классификации, где устойчивость понимается как разность AUK при переходе с классификации с чистой тестовой выборки на зашумленную тестовую выборку. Итак, был реализован инструментарий, состоящий из двух алгоритмов. Алгоритм детекции QR-пиков в ЭКГ-сигнале и алгоритм очистки сигнала. Стоит здесь отметить, то, что базовый алгоритм был не применим в данной работе, потому что частота, период QR-с комплекса совпадает с периодом наводимого сигнала, мы имеем резонанс. Соответственно, если мы будем просто подавлять спектральную компоненту, то мы подавим в том числе и сам QR-с комплекс. Реализованный алгоритм лишен такого недостатка. В результате был получен набор данных, который очищен достаточно хорошо, это видно по графику, и он был принят в качестве исходного сигнала сердца. Далее сам численный эксперимент преследовал две цели. Во-первых, оценить вышеописанные статистики по набору данных, и во-вторых, оценить, какой из алгоритмов является наиболее устойчивым. Эксперимент проводился на небольшой выборке из 144 файлов, в первую очередь из-за сильной трудозатратности одного шага очистки. И, во-вторых, из-за того, что сырых данных не так уж и много вообще есть в наличии. Итак, для каждого классификатора, для каждой пары болезней считалось качество классификации на чистых данных и на зашумленных. Оно сравнивалось. В результате были получены следующие данные. Во-первых, амплитуда шума сети составляет не более чем 50% от средней разницы между амплитудами сигнала. Следовательно, амплитуду нельзя считать чисто шумовым фактором из-за зашумления. Второе, это то, что признаковое описание от очистки сигнала меняется не более чем на 50%. Соответственно, после очистки мы не можем говорить о совершенно другом признаковом описании и можем сравнивать качество работы классификаторов на немного измененном признаковом описании. В-третьих, для каждого классификатора была получена его устойчивость и статистическими критериями была отвергнута нулевая гипотеза о том, что зашумление никак не влияет на качество классификации. И, наконец, было выяснено, что наиболее устойчивым алгоритмом является синдромный алгоритм, но при этом он самый простой дает наименьшее качество. В то же время случайный лес дает как высокое качество, так и вполне приемлемую устойчивость. И был признан наиболее приемлемым инструментом для классификации ЭКГ сигналов. Все эти выводы вошли в результаты моей работы, которая доступна и лежит в открытом доступе. На этом все. Спасибо за внимание.